а я вот вижу уже еще подключились люди значит тем кто только присоединился сейчас обсуждаем предстоящие курсы и принципе можете по как раз теме курсов которые будут проконсультироваться спросить уточнить ну что если вы только-только начали изучать объемный анализ то лучше проконсультируйтесь что есть трейдеры которые немножко уже есть опыт работы на форекс либо же там со стаками вот но объемном анализе знали мало и как бы вроде опыт есть и записывались на курсы достаточно такие вот левел 2 лаву 3 если им сложновато было потому что решили пропустить basic вот значит еще раз о курсах 6 апреля basic это для тех кто начинает изучать объемный анализ то есть если вы ни разу с ним не сталкивались ни разу не работали с платформой волфикс то советую пройти он достаточно информативный и такой емкий потом тут у нас кто кто из вас первые но недавно совсем с волфикс платформой работают или он либо узнали недавно плюсик просто поставьте вот чате вика здравствуйте вика последний год вот начали девушки все больше появляться в трейдинге с нашиком нашей компании нашим комьюнити значит левел один для можете проходить ну периодически заходить на этот раздел здесь 0 янца информация по волсты онлайн будет не будет потом здесь обновляется информация о открытых вебинарах да не будет проходить какие будут темы а вот то есть это все в левел один то есть так же здесь и размещена информация basic курсе левел 2 уже для тех кто немножко изучил объемный анализ на это снова за и и изучил платформу волфикс два года назад и потом это все забросили на или боже два года все таки торговали забросили ну надо все вспомнить если остались записи этого курса спросите у брокера может вам дадут ссылки вы их просто повторите значит левел два уже для тех кто немножко знает волфикс и знакомы уже с объемным анализом значит маркет профайл анализ рынка для опытных трейдеров метод маркет профайл как раз оценки контроля рынка и просчет вероятных сценариев разработали джеймс далтон и Стэдл Майер эти ребята 40 лет были у в списке управления себе ути то есть они изнутри знают что такое себе ути чикаго борта стоит и знают как это все изнутри работает то есть весь этот механизм поэтому он очень много даст вам и если вы его еще не изучили то советую изучить здесь даже если вы не запишетесь на курс в интернете можно найти разные статьи разные книги издания переводы разных переводчиков но в принципе самостоятельно потратить время можно изучить вот но их я советую каждому трейдеру если вы не читали или вы не знакомы с этим с этим методом то обязательно так этот курс начнется буквально вот на этой неделе уже доформируется группа и в случае недели он начнется цену снизили уже до 600 и в принципе уже идет набор группы порядка месяца полтора будет идти как минимум с практикой еще потом после него 18 марта начинается стартует кафедра объемного анализа российского рынка то есть это подготовка вот реально трейдеров к реальным торгам то есть истории о том как космонавты в Бразилии по космическим просторам от открытия биржи и до закрытия пошагово что делать куда смотреть и что означает для индекса РТС для рубля для сбербанка Дазпрома корреляция арбитраж на скальпинг тактики на позиционку все это будет это 18 марта уже начинается то есть буквально вот через недельку до больше 7 дней тут в общем почитайте о том что там будет о чем будет идти речь и детали по этому курсу мастер класс мастер класс объем дельта имбаланс спрос обложения записалось буквально два человека поэтому его перенесли и он в эту дату не будет происходить то есть хотя бы надо человек пять пускай там запишется что и вот левел 3 те кто уже для российского курса это потому что он приемлеме для большинства не потому что очень много трейдеров хотят изучать только индекс РТС и инструменты российского рынка то есть не планируют торговать на СНП либо же там на шанхайской бирже либо же на европейской то есть только американский ну вот Вика смотрите если вам нужна достаточно уже хорошая такая подготовка то высокоэффективная торговая стратегия курс исследования разработка практикум в конце марта там буквально ну в последних числах это касаемо инструментов именно разработка торговой сессии вот первой лекции и практика то есть пока вот курс будет заканчиваться у вас уже на руках должна быть готова торговая стратегия то есть вы ее обкатаете протестируете уберете изъяны соберете статистику еще и практикуете вот то есть это второй раз проводится курс первый раз летом был и экспериментальный ну в принципе все закончилось удачно много работы конечно проделали ребята вот они даже на не ожидали что столько нужно обработать информацию чтобы действительно получить хорошую стратегию для форс пока для форс 18 марта стартует этот курс стартует в конце марта по стратегии то есть именно касаемо разработка стратегии а профкурс уже начался и уже прошла первая часть профкурса там их три поэтому если есть желание можете присоединиться к группе но уже 4 или 5 занятий прошло поэтому догонять придется очень быстро вот следующий наверное будет уже где-то ближе к сентябрю то есть где-то вот там вот к осени вот и есть еще режим индивидуального обучения то есть если у вас есть слабые стороны нужно убрать там с входом проблемы с выходом по сделкам то есть в зависимости от уровня какая помощь вам нужна вам выберут специалисты он с вами будет ну в общем это по тем курсам которые будут если есть вопросы задавайте о ставимся на них сейчас ответить то есть присутствующих попал в лидеры за мартовский контракт по паблик рейтингу признавайтесь о трейдер 33 так как напомните пожалуйста валютный рынок а где 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 а минус ну я помню что вы в литинге за неделю появлялись вон сейчас посмотрим за весь контракт сейчас секундочку ну закрыли контракт в плюс не в отрицательной зоне а ну тогда это не считается вот если контракт весь три месяца проторгуйте публично и получится все удачно тогда это действительно уважок одна неделька это маловато вот вижу 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 ваши продажи вот дисциплинирует на самом деле вот когда торгуют трейдер сам на виртуальном счету сам анализирует его то это одно когда все следят за вашими сделками здесь есть реальные счета здесь есть виртуальные счета поэтому тут разные счета есть есть студенты тренируются есть те кто только начинает изучать платформу офикс на виртуальных счетах оттачивают открытия сделок так как платформу офикс можно подключать на разные через разные шлюзы и подключаться к своим торговым брокерским счетам например там если не ошибаюсь вот сейчас вам покажу какие есть подключения QG есть шлюз ритмик оконный край плаза 2 транзакт смартком да да многие тут на виртуальных счетах сложно ли с мт4 на волфикс перейти ну это равносильно лично возможно я достаточно так кардинально выскажусь но это все равно что там с лошади на пересесть в какой-то комфортный автомобиль вот александр заметил что многие без стопов работают вы себе не представляете сколько раз я на волл стрит онлайн напоминал что ставьте стопы не оставляйте позиции даже на виртуальных счетах просто в привычку войдет вот что стопы не выставляются и можно так на овернайт оставить позицию и проснуться с не очень приятным гэпом но не все прислушиваются поэтому со стопами пока что сражаемся те кто тренируется те кто проходит в курсе они более дисциплинированно уже стопики и без убытки и фиксации то есть там уже видно если вы только-только вот присоединились к компании волфикс интересуетесь то за этот контракт порядка пошли уже убыточные больше ста десяти трейдеров 118 приняло участие в текущем контракте ну который уже завершается вот то есть здесь трейдеры которые открывали позиции на виртуальных счетах либо же на реальных в открытую их сделки можно посмотреть с начала контракта и по текущий день есть пипсовщики есть заработали хорошо денег вот процент последний последний колонка вот есть очень много позиций открывать макс 444 сделки контракта сам 290 сделок ну есть и побольше ребята вот вот есть по по штатам евро то есть сделка и он первый второй в рейтинге SkyOne 6 сделок тоже молодцы это стартовая страница как бы платформы дальше идут компоненты для анализа рынка с точки зрения объемного анализа есть модули для сбора информации инструмента и графический модуль уже там класса 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 для арбитража бар чат там можно накладывать корреляцию и в принципе в окне ордеров можно совершать арбитражные сделки вот есть этот модуль создавался не биржей не брокером этот модуль создавался командой трейдеров для изначально для работы для себя поэтому здесь продумано что куда нажимается что для чего фильтруется то есть это не квик где просто таблицы и я например не воспринимаю таблицы как информацию просто куча цифр вот а вот гистограммы профили различного класса это уже во мне например вот эти ребята как раз разработали этот маркет профайл в то время когда еще не было особо крутых компьютеров они просто вот вот отмечали буквы буковками где был рынок первые 30 минут вторые 30 минут это вот классический профайл вот так выглядит рынок ртс фьючерсный индекс ртс например вот так вот такими красками ну есть тут свои нюансы тут ну это можно изучить это не сложно просто немножко нужно потратить времени сконцентрироваться и это все будет суть в офисе у нас только к объемам в полной мере значит данные сегодня хотя вот на сайте было предложение что трейдеры на фейсбук разместят варианты какие могут быть темы вот потому что на самом деле на канале youtube компании волфикс там просто несметное количество этих вебинаров на различные темы от открытия позиции до сопровождения философские то есть алгоритмы арбитраж там очень много я даже просто не хотелось повторяться я в итоге никто ничего не написал вот поэтому я решил сегодня провести такую как бы беседу с теми кто хочет либо на маркет профайл курс пойти либо же на курс чтобы ответить на вопросы и подискусировать пообщаться по теме что бы вы хотели добавить в платформу волфикс изменить что не нравится что вам мешает либо не так работает вот то есть эти нюансы постараемся учесть и в дальнейшем исправить автоматических правил автоматизированных правил то есть вы имеете ввиду примитивных алгоритмов полуавтоматики я так понимаю желание на самом деле скоро появится буквально я сам уже со дня на день жду новый сервис который будет очень сильно облегчать работу трейдера если анализировать любую торговую стратегию технический анализ волна то есть в основе всех троговых стратегий лежит анализ информации в прошлый то есть из прошлого вот у нас получается текущая сессия а вот это уже прошлое это архив то есть для того чтобы разработать стратегию нужно проанализировать вот эту всю информацию найти закономерности найти слабые стороны на рынке изъяны и выписать ряд критериев правил вот алгоритм да и фактически ту точку которую вы ждете да к примеру там техническом анализе это выглядит так сейчас я подгружу график то есть и то есть и при подходе к пробою вам нужна система алертов правильно то есть ценовой алерт и какие-то определенные параметры объема волатильности скорости рынка range да то есть если там проходит эти все параметры то вот как раз то что вы написали уже можно получать на почту алерты вы заходите трейдерс рейтинг вы вроде уже знаете да и в сетапе здесь вот alert options вы выставляете email alert оп включаете его везде и вам на почту а вы такой уж ленивый что даже не хотите их открывать но это уже перебор не знаю мне например неспокойно было бы если бы я ехал куда-нибудь там за город жарить шашлычки а там открывает робот 80 контрактов по СНП а мне просто на почту приходят открыта позиция мне бы например не спокойно было я знаю что там возле этого компьютера никого нет только алгоритм когда позиция на наверно это остается и то не всегда засыпаешь ну в зависимости от того где позиция оставлено далеко от стоп лосса либо же нет а тут открыли закрыли тим вверх да 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 помню была такая программа но она очень вроде ресурсы оперативной системы есть что сезон что когда пользовались как там до удоба ну знаете как спокойнее когда ты возле терминала сидишь Рядом мышка, причем она не на батарейках, то есть проводная, чтобы не было случаев, были случаи, когда сели батарейки в бою мышки, и трейдер пытался закрыть клавиатурой, но он уже отвык клавишами работать по терминалу, и пришлось с другого компьютера быстро вытаскивать мышку и закрывать его сделку. Ну, знаете, не все такие адаптивные к этому быстро развивающемуся миру. Я, например, не очень доверяю алгоритмам, хотя участвую в разработке, но свои кровнозаработанные дать алгоритму рука не поднимается. Так, ну, про то, что можно уже волфикс рисовать линии, вы, в принципе, уже не раз слышали. Просто я уже в который раз повторяюсь, потому что все так ждали, и наконец-то это слышалось. Наконец-то это произошло, и это позитивно. Потом еще для тех, кто только присматривается к платформе, есть объемный индикатор на базе, то есть такой мувинг индикатор на базе объема, VWP-индикатор, который очень быстро координирует внутри сессии относительно справедливой цены, где текущий, на какой цене сейчас маркет, относительно средневзвешенный. Вот у нас индикатор идет оранжевым цветом, а вот эти красного типа линии, это первое и второе отклонения, и зеленое на продаже, первый и второй уровень отклонения. То есть, видите, здесь достаточно неплохо отрабатывали байеры диапазон, но там нужно тоже на историю проанализировать и знать, когда можно применять, с каким уровнем, какие критерии, какие триггеры нужно для того, чтобы заключать там сделки. И вопросы, может, есть еще. Range Bar, конечно, значит, здесь первое время будет непривычно немножко анализировать график, и даже будет казаться, что он другой, совсем не такой, как график баровой в триминале, например, MetaTrader, либо же там CQG. Здесь идет некий такой, некая борьба с привыкшим нам, да, то есть уже укоренившимся видом диаграммы отображения движения цены относительно времени. То есть мы привыкли, что стандартные отрезки времени, да, фиксируются, там, например, минутные бары, да, вот где за минуту был рынок. Вот, к примеру, за эти 60 секунд рынок успел побывать на самой нижней цене здесь и на самой верхней цене здесь. Это формируется один бар. То есть мы просто уже даже не пытаемся подумать, а правильно вообще ли отображать такой диаграммой рыночную активность. То есть барами, которые стандартные по времени отрезки, 5 минут, там, 10 минут. Вот. И range bar, он как раз такие вот стереотипы и разрушает. То есть здесь бары формируются относительно параметра, которые вы укажете. К примеру, бар будет формироваться до тех пор, пока общий объем, ну, в данном случае, видите, 5000 контрактов. То есть пока по фьючерсу на евро-доллар в диапазоне total volume не будет 5000 контрактов. То есть обратите внимание, как, если взять гистограмму, то у нас она идеально ровная, буквально такие вспышки были. Но нам в таком формате не нужно, нам нужна директор процент, например. То есть здесь везде по 5000 контрактов. Но какой процент покупок и продаж в этой пятерочке сформировались? Вот мы видим активность селлеров, потом она потихоньку начинает меняться на байеров. И уже вот с 9.40 до текущих торгов идут в основном проценты на стране байеров. Есть также сайз, то есть это высота. Первыми разработали как раз вот графики range bar chart относительно сайза. То есть именно высота бара. Для того, чтобы убрать биржевой шум, брать вот эти вот разные помехи, рыночные, то есть вот пока 25 фипсов не пройдет маркет, это будет формироваться бар. Час это будет происходить, либо же 2 часа, либо же секунду. То есть чем больше в отрезке времени таких баров, тем, например, за час не один бар сформировался от 10. Говорит в том, что рынок очень сильно волатильный. То есть с помощью сайз параметра можно легко зафиксировать рост волатильности на маркете. С какими брокерами мы работаем? Сейчас я вам дам ссылочку в чат, и там все партнеры наши. Даже давайте я вот на экранчик поставлю. Вот партнеры. Финам, МП, IT-инвест, потом Top Step Traders, Московская биржа, Euroinvest и Profit Season IB. Вот такие вот. Еще вроде, тут не все похоже, что партнеры. Больше вам, на самом деле, не партнеры. Тут, если вы хотите подключить Wallfix к своему торговому счету, вам важна Traders Connection. То есть, есть ли у вашего брокера торговые шлюзы типа Rhythmic, CTS, Plaza2, Transact, SmartCom. Если у открытия, например, есть SmartCom, либо же Plaza2, либо Transact, то вы можете подключить счет. То есть, мы можем быть не официально партнерами, но через эти шлюзы можно к любому своему счету подключиться. А там все это легко происходит. Вы логин, пароль вводите, даете подтверждение, что вы осознанно это делаете и начинаете торговать. А вы видели, Вика, наш терминал торгового шлюзы? Смотрите, здесь есть арбитражность. То есть, можно арбитраж... открывать позиции, да, то есть, статисты. Потом, вот, подключение Account Connections. Выбираете подключение и все. И ваш счет подключается сюда. Здесь тип баров можно менять. То есть, к примеру, не просто баров графика, тиковый график. И все. У вас два инструмента будет на тиковом графике. Можно Box Sharp подключить. То есть, это... Ну, те, кто уже с Wallfish сам знакомы, для вас это не новость. Просто Вика с нами недавно. И Sharp Connect Volume. Так как мы чуть-чуть побольше поставим минутку и BoxPeriod поставим пять. А, для арбитража он не поддерживается. Сейчас я... Отключу арбитраж, и вы увидите режим Box Sharp. Вот. Интегрированный стакан. То есть, вот, я думаю, многие меня сейчас поддержат, что редко когда можно встретить интегрированный стакан прямо к графику в платформе. Либо это отдельный какой-то модуль, либо он находится на полэкрана. То есть, здесь, ну, в принципе, окно ордеров уже это в самую последнюю очередь открывается. Вот здесь вот он сворачивается, и когда уже момент открытия позиции происходит, переходишь на окно ордеров, открываешь. То есть, вот, в основном информацию всю мониторишь как раз вот тут. На тиковых графиках свои есть уже разработки по типу реверс-чарта, секвенс-чарта. Сейчас я подгружу, вот, реверс-чарт. А так, ну, ордеров уже после очереди открывается. То есть, там в зависимости... Стакан, конечно, обязательно. Чтобы войти, ну, достаточно точно. Ну, что в моем подразумевании точно. Давай я вам сейчас... Если кто-то открыл, сейчас покажу. Точно это когда открывается сделка. Так, SkyOne должен был так продемонстрировать. Открывается позиция, и... Ну, вот, к примеру, у Клима. Вот, видите? И рынок сразу уходит в направлении. То есть, не открывается, а потом так еще просадки пересереживаешь. То есть, вот такие точки можно, хорошо набив руку, получив опыта, потренироваться и открывать... Вот, тоже, видите? Где-то мой Blackfish Short. То есть, вот, 9-го числа покупочка у человечка. Видите? Купил и сразу ушло. Вон, продал и ушло. Ну, вот это вот лишнее было. Тогда же это он уже накосячил. Вот, видите, как сделочки открываются. Это все благодаря анализу объему, потому что именно объем создает дисбаланс. Вот. Так, вопрос... Стакан я ответил. Про спод. Странно, что еще такие вопросы есть. Смотрите. Чтобы дать себе ответ на этот вопрос, что является фьючерсом, а что является спод рынком. Квик. Ну, то есть, это не то, что там я... Вот. Если вы ответите сейчас, что такое фьючерс и что такое спод, то отвечать какой рынок что тянет, тут, в принципе, нет даже и причины. Фьючерс – это контракт на поставку в будущем какого-то товара, либо же, там, услуги. То есть, это контракт на будущее. А спод? Ну, вот, видите. Спод на форексе. А через какого форекса брокера? Давно на споте в форексе торгуете? Год по волнам. Так, по волнам – это или утро, да? Помогу. Ну, вот, смотрите. Норм, я оттуда 300 тонн рублей выводил. Ну, Мистафорекс вроде там крупный, да? Честно, я на метод трейдере даже не торговал ни разу. Я Бог миловал. Смотрите, Вика. Как бы так. Вот, хорошо, что вы сразу, сколько там, полгода, а, год технический анализ. Вот, почему объемный анализ достаточно важно анализировать. Возьмем простой рынок, да? Обычный рынок овощной. То есть, есть определенный объем товара, который продавцы продают покупателям, да? и пока этот объем находится в балансе, то есть, покупатели приходят и столько же товара забирают. Приходят, столько же товара забирают. То есть, цена сильно двигаться не будет, только может создать какие-то движения по цене, там, катаклизм, всякие погодные условия, может быть, инфляция. То есть, уже внешний фактор. Но если продавца цена устраивает и покупателя, да, то цена не будет меняться. Но как только стоит прийти в эту схему крупному покупателю, либо же крупному продавцу, весь этот процесс спокойствия сразу же разрушается. То есть, происходит очень сильный толчок по цене. Если на рынок приехал большой грузовик и начал собирать все эти торты, либо же еще что-нибудь, то есть, цена начнет на них очень быстро расти. Либо же, там, грузовик приехал, полный грузовик продавать все эти тортики. Да, то будет демпер по цене. То есть, все резко цена упадет. Поэтому, отсюда вывод простой и правильнее, что именно крупный объем создает тренды, создает динамику, создает тенденции, создает импульсы. Когда на рынке все спокойно, вот вспомните советское время, когда цены редко когда менялись, да, то есть, не так быстро росли, как сейчас. состояние спокойствия экономическое, ничего не растет, мало инфляции, вроде достаточно слабый был. Вообще, ребят, рекомендую переходить более так уж серьезно и торговать на фьючерсах. Ну, форекс, форексом, во-первых, мета трейдер. После нашего торгового терминала очень сложно работать на каких-то других терминалах. Мир платформ, да, действительно большой и у каждой платформы есть, как бы, преимущества, свой вектор, какие-то по опционам, какие-то по индикаторам, то есть, какие-то по акциям. Здесь, как бы, есть и акции, и фьючерсы, есть спот на рубль, если надо, есть шанхайская биржа, есть европейские биржи, то есть, ну, вот список бирж, я вам сейчас покажу, достаточно такой, немаленький, CBU, CBUT, 7E, комикс, евро, форекс, айс, майсекс, майсекс фонд, насдак, наймекс, найс, найс, лайф, найс, амекс, сервис, форс, шанхайская биржа, украинская и немецкая. Кстати, советую присмотреться, если у нас так отторгуете, здесь есть интересные очень бумажки. особенно те, которые китайских компаний. Сейчас я найду. китайские компании тоже. дело в том что мета трейдер как бы я не про не противник я просто знаю на самом деле что такое мета трейдер потому что есть разные знакомые и некоторые открывали вот такие форекс компании покупался мета трейдер именно официально вот там они прям целые такие кипы бумаг скидывают как это все уходится как это все ну в общем это подло и и не хорошо то есть ничего ничего хорошего в мета трейдере нет то есть я это воспринимаю как вы приходите в казино даете там 200 тысяч долларов вам просто на экран кредиты показываются кредиты вот вы можете играть играться в разные игры вот такие кредиты котировка может ложный быть начинает висеть север когда нужно чтобы он висел это все легко контролируется ну уже я молчу про всякие истории как вот кэш не выдают даже если вы выигрывает трейдер ну вот слава богу что 300 тонн все таки вывел вот тут как бы будущего точно нет то есть если у вас будет получаться торговать то там будет предел вы упрётесь и поймете что да потратили это время на детские развлечения вот тут вы начинаете торговать уже на реальном фьючерсном рынке вот фьючерс на S&P объемы идут с биржи это имеет трансляция то есть это заявки отложены а в метатрейдере там там все что вам нужно нарисуют и не нужно здесь есть этот бар а например он вот такой высоты а в метатрейдере могут сделать он будет вот такой и вот здесь ваш стоп лосс ваш счет сгорел все поэтому ну далеко вы на этой машинке не увидите и не то что там чтобы в хорошем свете как бы волфикс при при преподнести просто я действительно знаю изнутри что это за механизм механизм если вы хотите торговать достаточно серьезно то брокер не берет у вас кэш лицензированные брокеры у которых есть лицензия на предоставление услуг то они не берут у вас кэш и не уложат в сейф и не предлагают вам кучу индикаторов да да сам идеолог он из тулы это вы Оплата платформы за что? А, вы видите, за что вообще цена берется, да? Ну, вот, например, котировка RTS, да, вот, чтобы тикала онлайн-котировка RTS, за это нужно платить кэш. Вот, даже можете сейчас зайти на сайт MySex или Moex, вот, и зайти в расценки, сколько стоит, чтобы биржа транслировала вам данные, вот, вот реально, что происходит на RTS. Сейчас, вот, я включу RTS, ну, не RTS, там, скорее всего, уже торги стоят, они еще тикают, то есть за это нужно платить кэш. Это, ну, платные услуги, и когда вы торгуете там в MetaTrader, там, понятное дело, никто за эти котировки не платит, и данные там с биржи не идут. То есть вот это идут данные с биржи, и за это платят, за эти потоки все, ну, платится кэш. А за штаты я уже вообще молчу, там намного все дороже стоит, то есть котировка с S&P, там, или золото, либо же фьючерс на евро. Вот, плюс, ну, неплохая платформа получилась, Рольф, постарались на славу. Я, кстати, вот, искал один документ на сайте биржи MySix. И чудом попал на документацию о предоставлении услуг маркетмейкеров. И, ну, там расписано, что может маркетмейкер, что не может. На самом деле, если Вика вы торгуете на метатрейдере, то в Волфиксе вы точно разберетесь. Потому что здесь нет ничего сложного. Тут вы открываете платформу, сразу видите рейтинг трейдеров. В компонентах выбираете модуль, который вам нужен, загружаете тикер, который вам нужен, либо Форекс-котировку, лучшие фьючерсные контракты. Где почитать про маркетмейкеров? На самом деле, там даже есть список маркетмейкеров российских. Так, давайте, стоп. Что почитать, не на русском. Sequence-chat, это еще тестируется, он только в нашем кругу используется. Ну, только внутри компании. Вот, и пока он нет доступен, и у кого. Сейчас, 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 не убил. Кстати, я заметил, что в Московской бирже не отчиталась... Совет бирже не отчитывая информация, вот, вот, вот. Я не помню, куда он зашел, и там, как началась... Вот, вот, вот. Продолжение следует... Нашел раздел «Корпоративные документы». У вас 772? Нашли, да? Всем советую, кто торгует на российском рынке, вот эти документы про маркетмейки. Общее положение. Обязательно прочитайте правила клиринга. И договор об указании услуг маркетмейкера. Это вот сейчас я ссылку дам. Там есть такая вещь. Сейчас покажу, покажу, покажу. Действующая программа. Вот сейчас откроется... А, нет, не тот. Так, сейчас откроется... А, вроде нашел. И почитайте, вот... Там внимательно надо дочитать, потому что... лексикон там такой, юридический. Я так не люблю его. Вот, смотрите. Это... Схема стандартных программ... Фьючерсы... Так... На индексы. Значит... Спред двухсторонней котировки. Данные. Минимальный объем заявок измеряется в контрактах. 40-40. Потом... Продолжительность поддержания двухсторонних торгов принимали 70%. Это возврат идет и 85%. Время начала. Вот маркетмейкеры работают до 8.45. То есть, уже данные интересны. То есть, вечерка уже без маркетмейкера, чтобы поддерживаться. Возврат биржевого сбора. При минимальной продолжительности поддержания 50% и при максимальной 100%. То есть... Ну, есть о чем подумать. Ограничение на количество неисполнений по инструменту. 5. Допуск есть. Ограничение на количество маркетмейкеров. Нет ограничений. Вот. Написано вот здесь очень внимательно. Обратите сейчас внимание. Примечание. Возможны изменения условий программы 1 марта 2015 года. Я не нашел здесь... Да, я знаю, я знаю. Я знаю. Вы много столько пишите в чате, что я просто не успеваю даже вычитывать. Просто я... То, что нашел сразу попалось под руку. Из... Вот. Стандартная программа. Выглядит за ним таким образом. Здесь можно полазить. Смена кодов. Грубо говоря, почитать внутренности работы и обязанности, где могут нарушать маркетмейкеры. Ну, в общем, на самом деле, там очень много документов разных. Некоторые даже не хочу показывать. Это все с Форекса такие вопросы задают. Вот, смотрите. Вика, заходите. Вы можете взять тестовый доступ. Платформа Wolfix на 7 дней. Но, если вы скажете, что Миша разрешил, вам еще на 7 дней проверят. Итого 14 дней. Рабочих. Открывайте. Только здесь он 6 обозначается. Это фьючерс на пару евро-доллар. Вот. Пера 98 сейчас на профкурсе учится. Карлос тоже на профкурсе. Не на профкурсе, а на валютных фьючерсах. Курс по валютным фьючерсам. Вот их сделки. Они первые рейтинги. Они еще даже курс не прошли. Проценты считайте сами. Если вам интересна процентность. Мне, например, не процентность интересного трейдера, а серийность сделок. Вот. Сколько там просадки у него. То есть, какие он допускает. Можно месяц закрыть в 10%. А вы, Вика, закройте месяц в 300%. Только мои 10% могут быть там 2 миллиона долларов. А ваши 300% может быть всего лишь 300 долларов. Ну, или 3000 долларов. То есть, не процентами нужно измерять счастье. Так, ну, если есть еще вопросы, давайте. Потому что уже целый час немножко устал. И надо готовиться к июньскому контракту. Вот видите, как работают ребята. Все знают, что нельзя лезть в падающие ножи. Не лезть в падающие ножи. Да, запись есть. И те, кто опоздали, либо трансляция плохо идет. Можете посмотреть буквально завтра уже на YouTube-канале. Будет данный вебинар. Так, ну, в общем, все внимание уделили сегодня Вике. Ну, давайте присоединяйтесь. Потому что, как видите, в чате одни мужики. Девушек и женщины очень мало. Лариса была. Сабина еще появляется. Вот, в принципе, и все. Рекомендации на завтрашний день. Возьмите свою семью. Заедьте в какой-нибудь хороший, такой светлый, теплый парк. Чтобы можно было пройтись по тропинкам. Там, если есть озеро и плавают лебеди, либо желудки, было бы вообще классно. Сейчас идет смена контракта, поэтому я рекомендую вообще не открывать позиции до понедельника. Выходные. Все. Объем с одного контракта на другой перетекает, и системность нехорошая. На вопрос, почему торгуют пятиминутку, они тренируются, Егор. И позиционно уже будут искать позиции, когда она тренируется. Если они могут внутри сессии порвать рынок, то я думаю, позиционно найти точку ухода у них не составит труда. Могу сразу сказать, что 18-го и 19-го числа начнется тренд. Не раньше. Ну, это совсем скоро. Это на следующую среду и четверг падать. Поэтому вот завтра можете вот эти четыре дня спокойно отдыхать. Плюс пятница, 13-е. Не камильфо, даже терминал открывать. Да, 16-го, 17-го нужно быть у терминала. 18-го, 19-го не заснуть и зайти. Правильно. Окей. Так, всех приглашаем на Wall Street Online. Еженедельный обзор в пятницу в 20.00. Всем хорошего вечера. До 16-го числа вы вообще можете не лезть на рынок. Ну, только по золоту. Потому что там другая экспирация. Все. Всех рад был видеть. С новыми людьми познакомимся отлично. Присоединяйтесь. Вот в пятницу тоже будет обзорчик. Только уже по рынку. И еще мы рейтинги подобьем. Все. Всех рад был видеть. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok